Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Наши корреспонденты расскажут о последних наиболее заметных рязанских событиях, а эксперты дадут свои комментарии. Итак, смотрите сегодня. Минус 20, не мороз. В крещенскую ночь рязанцы выстраивались в очередь, чтобы окунуться в Иордань на Ореховом озере. Летят журавли. Подведены итоги традиционного регионального конкурса журналистов «Хрустальный журавль». Аварии выходного дня на рязанских дорогах при автостолкновениях погибли люди. А теперь об этих и других событиях подробнее. Начнем с вчерашней аварии в районе гипермаркета «Глобус». Столкновение машин в черте города, разумеется, не редкость, но в этой аварии погиб человек, потому к ней особое внимание. В воскресенье вечером в районе Дашково-Песочни произошла авария, в которой погиб 28-летний рязанец. 28-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Черри» в сторону микрорайона Дашково-Песочно, на небольшом повороте дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши». В результате происшествия погиб водитель автомобиля «Черри». В автомобиле «Черри» также находилась девушка, ехавшая на пассажирском сидении. Ее отправили в областную клиническую больницу, откуда после оказания помощи отпустили. Водитель «Митсубиши» также был госпитализирован. Только за прошедшую неделю на дорогах Рязанской области погибло 6 человек. Авария с трагическим исходом произошла и в пятницу. Сразу 5 автомобилей различных марок и габаритов столкнулись на Шиловском участке федеральной трассы «Москва-Челябинск». 46-летний житель Сапожковского района на «Жигулях» 11-й модели с прицепом слишком разогнался, и злосчастный прицеп занесло навстречку. Его ударил «КамАЗ», груженный зерном, сам не удержался на своей полосе и тоже вылетел на встречную. Могучий грузовик снес две легковушки «Ниссан» и «Ниву» и вошел в аварийный контакт с фурой «Вольво». Закончилась дорожная свалка трагедии. Водитель «Нивы» получил травмы, несовместимые с жизнью. Другие участники аварии доставлены в больницу с переломами и ушибами различной степени тяжести. К другим темам в Крещенскую ночь в России можно понаблюдать, а самым смелым и поучаствовать, пожалуй, в самом экзотическом национальном мероприятии – купанию в Иордане крестообразной ледяной проруби. Крещенская купель в Рязани в этом году, равно как и в предыдущем, была вырублена во льду Орехового озера. Правда, на сей раз Иордань имела прямоугольную форму, возможно, из-за практических соображений, и проделать легче, да и выходить гражданам способнее. Накануне ледяных купаний в Крещенскую ночь спасатели и врачи через средства массовой информации особо предупредили граждан, которые привыкли взбадривать себя перед любым тем более экстремальным действом и зарядной долей алкоголя. Выпивкой ныряния в январскую воду – вещи несовместимые. Их сочетание способствует предельному переохлаждению организма. Не советовали погружаться в купель и сердечникам, а также гипертоникам и чрезвычайно тучным гражданам. Такие, если и были на Орешке в ночь на 19-е, то стояли на льду в качестве зрителей. Купались верующие, крепкие и не пьющие. Чин освящения воды совершил на Иордане и Ерей Павел Коньков. Смысл и цель этого праздника не только в омовении, в холодной воде, в проруби, но и в молитве, и в какой-то благодарности Богу за то, что мы живем, за то, что мы здоровы. И вот это для меня как священник очень важно. И подобные эмоции у меня каждый год возникают. Что касается дисциплины, то граждане вели себя хорошо. И не только во время купаний, но и при проведении других крещенских торжеств. И за святой водой в очередях стояли культурно, и около храмов не пьянствовали. По данным полиции, для обеспечения порядка и безопасности рязанцев, во время проведения ночных крещенских служб и купаний было задействовано 1200 полицейских, а также дружинники и казачьи патрули. Происшествий не было, нарушений не допущено. Что касается самих купальщиков, то они, едва растеревшись полотенцами, благосклонно отзывались об организаторах священных купаний. В зоне моментальной доступности от ледяной проруби были установлены обогреваемые палатки-раздевалки, банька, здесь раздавали горячий чай, а спасатели, казалось, прямо отлавливали тех, кого, по их разумению, надо было срочно отогреть. Но таких болезных на Орешке в крещенскую ночь, слава богу, не было. Еще об одном праздничном мероприятии, на сей раз вполне светском. Минувший уикенд был ознаменован торжественным подведением итогов областного журналистского конкурса «Хрустальный журавль». Награды вручал губернатор Олег Ковалев, также участие в церемонии приняли высокие гости, ведущий федерального канала «Россия» Эрнест Мацкевичес и представитель генерального партнера конкурса, управляющий торгово-развлекательным центром «М5 Мол» Андрей Гаранин. Наградные журавли прилетели и в редакцию телекомпании «Город». С подробностями Глеб Галушкин. На юбилейный 10-й региональный творческий конкурс журналистов «Хрустальный журавль» было представлено около полутора тысяч работ. На нынешней церемонии награждения глава региона Олег Ковалев призвал пишущую братью и дальше отстаивать активную гражданскую позицию. После вступительного слова глава региона приступил к награждению журналистов. В профессиональной номинации за лучшую журналистскую работу победила журналист нашей телекомпании «Город» Олеся Харлина. Она взяла «Хрустального журавля» за телеочерк «Дело Вагнера». Документальный проект «Дело Вагнера» готовили несколько месяцев, долго, упорно, с историческими фактами. И это всегда приятно, вот такой результат. Еще одним победителем конкурса «Хрустальный журавль» в специальной номинации «Цени свою жизнь» стала Олеся Котровская, автор и ведущий программы «Время жить». Это проект о последних достижениях в области медицины, спорта и здоровья. Программа родилась недавно. Я думаю, она будет востребована. Мы будем приглашать лучших рязанских медиков, ученых, врачей, говорить о новых достижениях медицины, проблемах, открытиях. В номинации «Лучшая тематическая программа» лауреатом конкурса стала автор и ведущей программы «О чем молчит время» Ирина Ковалева. Она получила награду за свои работы об истории удивительных, овеянных тайнами и легендами мест Рязанщины. То, о чем я рассказываю, это наша история, это наши корни, это, в общем-то, то, что должен знать каждый. Мы всегда стремимся уехать куда-то подальше за границу для того, чтобы познакомиться с какой-то древней архитектурой, культурой. Но порой даже не знаем, что в нашей же области существуют такие памятники, которые тоже заслуживают нашего внимания. Мы поздравляем коллег с победы на главном региональном конкурсе профессионального журналистского мастерства «Хрустальный журавль». Желаем им и в дальнейшем крупных творческих успехов и не менее крупных побед. К другим темам. По данным на начало этого года, в Рязанской области живут 385 600 пенсионеров. Это треть всех жителей региона, больше половины получателей пенсии, а точнее почти 70% женщины. Эти данные приведены в пресс-релизе областного отделения Пенсионного фонда России. Документ был передан журналистам, которые приняли участие в пресс-конференции руководителя ведомства Геннадия Пашина. Отца командира рязанских пенсионеров слушала Оксана Тебенихина. Больше всего журналистов, как, наверное, и всех рязанцев, интересовали изменения в пенсионной системе, которые вступят в силу в ближайшее время. В частности, были озвучены такие темы, как индексация будущих пенсий по бальной системе. Будет ли повышен пенсионный возраст и иные общесоциальные вопросы? Сегодня люди, которые имеют накопительную часть, они пенсионное обеспечение будут получать по двум законам, даже может по трем, у которых есть советский период до 2002, у которых есть период с 2002 по 2015 и будет частичка 2015 года. Вот даже если он откажется от накопительной части сегодня, как бы в надежде, что у него баллы будут, то он все равно не наберет того, что требуется. Мы сегодня должны дать возможность определиться людям, которые не стали формировать накопительную часть. Те, которые формируют накопительную часть, они с введением нового закона о страховых пенсиях ничего не теряют. То есть их пенсионные права, которые они заработали сегодня, переведя свою накопительную часть куда-то, она за ними сохранится. Также Геннадий Пашин подтвердил информацию о том, что с 1 февраля, исходя из уровня инфляции, увеличатся трудовые пенсии, а с 1 апреля пенсии будут индексироваться с учетом уровня доходов пенсионного фонда. По предварительным прогнозам, средний размер трудовой пенсии по старости в регионе увеличится до 11 тысяч рублей, по инвалидности до 6 тысяч 600, по случаю потери кормильца до 7 тысяч 600. Размер социальной пенсии должен составить 6 тысяч 914 рублей. И последнее на сегодня известие печальное. В эту субботу от инсульта умер начальник областного управления Росимущества Николай Тоскин. В разные годы Николай Иосифович возглавлял Новомичевенский исполком, был первым замом главы областной администрации, руководил управлением госимущества, был заместителем гендиректора завода «Тяжпрессмаш». Добавим, что Николай Тоскин ушел из жизни всего-то на 60-м году жизни. Выражаем свои соболезнования всем родным и близким. На сегодня все. До встречи во вторник в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин